Был один человек богат, но потом стал беден. Направили на него всякие несчастья. Сначала сгорел его дом, потом подвоху его скотили. Это уникальная цифрованная аудиозапись с виниловых пластинок, сделанная более ста лет назад. Притчу «Несчастный человек» читает Лев Толстой. Пластинки фирмы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» и своей коллекции Государственный музей Льва Николаевича Толстого предоставил Самарской областной научной библиотеке. Письмо классика русской литературы сыну часового мастера Моисея Докшицкому Толстой написал в Ясной Поляне в феврале 1908 года. Месяцем ранее Лев Николаевич получил в подарок от Томаса Эдисона звукозаписывающий аппарат – фонограф. Писатель чаще всего записывал аудиоответы на письма. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата, не всегда разборчивы. Сел он на дороге и стал залом субов. За что-то есть не такие несчастья. Нет, значит, есть человек несчастье из меня. И вдруг видит мимо его, идет по дороге. Человек без ног, на одних коленах. Посетители сайта Самарской областной универсальной научной библиотеки смогут услышать голоса Дмитрия Шестаковича, Константина Симонова, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других известных людей. Первым в нашей стране проблему поиска, сохранения, восстановления старых записей голосов писатель-поэтов поставил в середине 50-х годов XX века Иракли Андроников. Он в 1959 и 1966 годах составил две пластинки «Голоса, заучавшие вновь», на которых он собрал и прокомментировал 16 писательских выступлений, сделанных с 1908 по 1965 годам. Именно эти пластинки есть в нашем фонде. Фонд искусств Самарской универсальной научной библиотеки содержит более 6500 виниловых пластинок. Уникальные записи будут выкладывать каждый понедельник на сайте библиотеки. Елена Малютина, Григорий Пешаков. События.